Так, друзья, вообще не считаю нужным перед кем-то оправдываться, но просто мне очень сильно не понравился один из комментариев под видео, где я рассказывала об этой комнате, что здесь ремонт и все такое. Итак, опять же, я не обязана перед вами оправдываться, но девушка посчитала, что я выдумала, что здесь не мусор лежит, а какие-то мои личные вещи. Вот что здесь лежит. Здесь лежат обои, какие-то куски деревяшек, которые я отрывала, куски плинтусов и здесь тоже пакет полупрозрачный и видно, что здесь обои. Обои, провода, которые были приделаны к плинтусу. Пожалуйста. И то, что вы видите здесь, допустим, тоже там очень много было негатива в одном комментарии. Я прекрасно осознаю, что это рано или поздно должно было случиться. То есть негативные комментарии, они рано или поздно появляются. Но чтобы настолько, этот стул компьютерный был сломан уже очень много лет назад. Просто он сейчас здесь стоит как табуретка, потому что на нем спали котята. Вот. И сейчас он как бы тут остался, потому что просто нет возможности взять, допустим, этот стул, эти мешки, эту сломанную табуретку, эту дверь и все разом вынести на помойку. Нет такой возможности. Вот. И в принципе эта комната, она такая сейчас в таком состоянии, что ей фактически не пользуемся мы по назначению. Поэтому здесь стоят вещи, которые рано или поздно будут вынесены на свалку. Вот. Я не понимаю как бы наезда. Старое кресло здесь, да, может быть, мне должно быть за него стыдно. Возможно. Но его дерет кошка. Вместо того, чтобы позволять ей драть диван новый, ей нравится этот. Почему я должна ей запрещать? И этот стул, например, чем мне нравится? Хороший такой немецкий стульчик. Начало 20 века. Чем мне нравится? Остался один из комплекта. Было шесть. Остальные как-то вот все сломались. Мы его отвезем на дачу как бы. Вот так вот. То, что вот этот большой стол не нравится. Ну, стол, извините, это обычный обеденный стол. Такой вот, как сказать, парадный. На него скатерть вешается и на нем гости едят. Но мы им сто лет не пользуемся. Здесь он стоит, потому что я на нем краила когда-то. И по весне мы на него ставим рассаду. Вот. И иногда там или я, или мама за ним на машинке шьем. Все. Этот стол, это вообще не мой стол. Это стол моего брата. Вот. Но он оставил его мне. Поэтому я вот разложила пока что здесь те свои творческие нужды. Которые посчитала, ну, возможным сюда перенести пока что. Потому что в моей комнате тоже полный разгром. И как я уже не раз говорила неоднократно в своих видео, когда я снимаю в этой комнате или каким-то мельком она попадает в кадр. Я уже много раз говорила, что здесь будет моя мастерская. Я надеюсь, что в этом году это уже свершится. Ну, к концу года. Я надеюсь. Вот. Моя мастерская творческая, где я могу спокойно шить, спокойно лепить, спокойно там ковкой заниматься. Да, все, что мне хочется. И чтобы здесь там покрывать что-то лакомо, шлифовать. И чтобы эта вся пыль и эти все запахи не как бы не оседали на постель, на спальное место. Да, чтобы у меня было отдельное помещение для этого. Собственно, стол я хотела, чтобы брат не оставил, не забирал. Потому что здесь удобные такие многоуровневые полочки. Вот. И много можно всего поставить, чтобы было под рукой. Что в коробочках, я вам покажу позже, когда здесь уже более-менее что-то обустроится. И я покажу, где и что лежит у меня в этих коробочках. В принципе, в трех словах, здесь у меня диски. Здесь всякая мелочь в виде каких-то страз, палочек, мелких цепочки. Что-то. Вот в этих коробках у меня лежат стейки, молды. Какие-то клей, там всякое такое. Внизу то же самое. Микробисер. Всякие мелочи для бижутерии. Ну, то есть много всяких материалов. Точно так же, как и сверху. Здесь у меня салфетки, которые я распродаю. Там у меня швейные всякие дела в коробках металлических. Здесь тоже швейные в основном. Вот эта вся полка, она практически вся швейные принадлежности. Наверху старый подсвечник и часы, которые тикающие, сломались. Это еще мой отец откуда-то привозил. Точно не помню. От него осталось. Что вот здесь вас смущает? Я не понимаю. Швейные машинки смущают? Может быть, совок смущает? Потому что здесь вот, например, на полу, да, белая вот от штукатурки грязь осталась. Что смущает? Смущает деревяшки в углу? Ну, потому что они нужны. Смущает пыльная полка? Ну, это не моя пыльная полка. Она уедет к брату. Я сняла ее со стены. Как бы я вот не понимаю, что смущает вас. Вы меня знать не знаете и начинаете осуждать. Нет, ладно, я не буду переживать из-за этого. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которым я могу не понравиться. И может не понравится тот мир, в котором я живу. Но это не моя проблема. Не нравится мой канал? Не нравятся мои видео? Тошнит вас. Во-первых, идите в туалет, если тошнит. А во-вторых, если не нравится, не тратьте силы. Не тратьте силы и чужие эмоции. Вот и все. Спасибо за внимание.